МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное и прихиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите Божественная литургия в соборе в честь иконы Божьей Матери Живоносный источник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. 23 января Святая Церковь чтит память блаженной кончины священномученика Анатолия, митрополита Одесского и Херсонского. Обмен опытом по преподаванию священного писания на семинаре для преподавателей воскресной школы. 25 января день памяти святой великомученицы Татьяны, которая вот уже 258 лет считается покровительницей студенчества. Об этих и других событиях подробнее в нашем выпуске. Светлый праздник Крещения Господня Высокопреосвященнейший агофангел митрополит Одесский-Измаильский совершил Божественную литургию в соборе в честь иконы Божьей Матери Живоносный источник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Светлый праздник Крещения Господня Многочисленное число верующих притекают в православные храмы для того, чтобы вознести свои молитвы к Господу и осветить воду. Так и в этот день обильствуют людьми одесские храмы. В этот день праздничную божественную литургию совершил владыка митрополита Агофангел в соборе Живоносный источник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, куда притекло многочисленное количество верующих людей для того, чтобы в молитве осветить себя и искупели набрать святой воды. Праздник Крещения Господня один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще ко времени апостолов. Древнее название праздника — Епифания, явление, или Теофания, Богоявление, ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру свет неприступный. Нельзя понять смыслов и важности Крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворительной, животворящим духом, произойдут все живые существа. Где нет воды, там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать. Как водой великого потопа, Бог залил грехи и разрушил зло человеческое. Итак, в ветхозаветные времена люди, погружаясь в воду, омывались от греха. И в дни пришествия Мессии на землю Иоанн крестил водою, омывая людей от грехов. Господь же безгрешен, но пришел креститься, чтобы взять на себя грехи человеческие из той воды, в которой люди их оставляли. Но это все имеет символическое значение. Господь принял на себя грехи рода человеческого для того, чтобы своей спасительной жертвой очистить и омыть и уничтожить первородный человеческий грех, осветив нашу природу. Также, когда Господь вошел в водное естество, своей безграничной святостью осветил все водное естество мира. Итак, все мы знаем, что там, где нет воды, там наступает засуха, смерть и опустошение. Вода же дает жизнь. Господь принес нам воду живую в Своем Евангелии, и Своим присутствием в мире осветил нас и мир. Он освящает всех приходящих к Нему и никогда не оставляет. Принимая воду живую, святую, мы уничтожаем ту пустыню, которая в наших душах. Потому в память того, что Спаситель своим крещением осветил воду, бывает водосвятие. Накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления, в реках или других местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется «шествие для освящения природных водоемов». В народе бытует мнение о том, что 18 или 19 две разные воды, которые они называют крещенской или иорданской. Это все языческие предрассудки. Истинно православные христиане знают, что освящение воды совершается по одному чину одинаково и 18 и 19 января. Поэтому нет разницы, когда вы возьмете воду, и та, и другая вода является крещенской. Великая водоосвящение — как символ и знак присутствия Божественной благодати в роде человеческом. Той благодати, что дана нам Господом и Спасителем. Той благодати, что хранится в Церкви для спасения мира. Крещение Иоаннова было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человеческая, очищающегося и уверовавшего Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. Апостол Марк в своем Евангелии пишет, что сам Иоанн восклицал, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». После крещения Христа крещение для людей уже не просто символ очищения. Здесь Иисус явил Себя миру, как Христос, Сын Божий. Богоявление открыло нам великую божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый крещающийся приобщается к этой тайне. По словам Христа, к Своим ученикам «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». 23 января Святая Церковь чтит память священномученика Анатолия митрополита Одесского и Херсонского. В этот день высокопресвященнейший Агафангель митрополит Одесский-Измаильский совершил божественное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы. В 1997 году, как местно чтимый Святой Херсонской епархии, митрополит Анатолий был канонизирован Украинской Православной Церковью. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Русская земля — это великая святыня, которая прославилась очень многими святыми. Люди, желавшие навсегда посвятить свою жизнь Богу, полностью отрекались от земных благ и наслаждений и отдавали служению Богу. Это служение заключалось в исполнении закона Христова, которое, по словам апостола Павла, заключалось в том, чтобы друг друга тяготы носить. Ярким примером такого служения является священномученик Анатолий, митрополит Одесский. Этот святой жил в эпоху атеизма и духовного застоя. Священномученик Анатолий родился 19 августа 1880 года в городе Кременце, Волынской губернии. В семье бухгалтера и крещения наречен был Андреем. Первоначальное образование Андрей получил в Кременецком духовном училище. В 1894 году он поступил в Волынскую духовную семинарию, которую окончил в 1900 году и в тот же год поступил в Киевскую духовную академию. Через три года Андрей Григорьевич был подстрижен в Киево-Печерской лавре в монашество с наречением ему имени Анатолий. 16 августа 1905 года он был определен на кафедру общей церковной истории, звание исполняющего должность доцента. Несколько лет он провел в библиотеках Константинополя, изучая сирийские и другие восточные языки, для того, чтобы написать историю возникновения монашества. В 1913 году, в День памяти первораховных апостолов Петра и Павла, в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, архимандрит Анатолий был возведен в санепископа Чистокольского, викария Казанской епархии. Также он был поставлен ректором Казанской академии. С приходом к власти в 1917 году большевиков началось гонение на русскую православную церковь. В этот трагический момент митрополиту Анатолию совершенно по-другому пришлось переосмыслить свою деятельность. До этого переворота он хотел оставить после себя какое-то наследие в области науки и истории, но теперь он понял, что главной задачей является проповедь. Святой начал заново сеять семена Слова Божьего, духовный мир тех людей, у которых бездуховность превратила душу в пустыню. За Слово Божие митрополит Анатолий был сослан в ссылку. После возвращения он был отправлен на Одесскую кафедру. Здесь он встретил паству, в которой не было пастыря. Поэтому он снова начинает проповедовать, как когда-то в Казани. В очередной раз он вернулся из Туркестана сюда, в Одессу, и начал вновь проповедовать Слово Божие. Конечно же, речь уже не шла о систематическом преподавании богословия, которое он вел и в Киеве, и в Казани. Речь шла уже о том, чтобы хотя бы не дать пропасть тем верующим, которые еще где-то хранили внутри себя семя Слова Божия. И вот он вновь начал проповедовать. И его отношения с властями складывались именно через призму этой проповеди. И вот, наконец, власти не выдержали. Чаша ярости была переполнена. Они вновь арестовали святого. Но в этот раз озлобленность большевиков была так велика, что они решили отправить пешком святителя далеко-далеко на этап в республику Коми. Придя на место, метроболит был физически истощен. Последний час его жизни палачи потребовали у святителя маленькой Евангелия, который он пронес с собой через все 15 лет заточения. Евангелия не смогли удержать его старческие руки. А вот крестик он не позволил себя снять. Он просто перевернулся на спину, тем самым не дав сорвать это святое знамение. Знамение победы жизни над смертью. И вот с этим крестиком в руках и со Христом в сердце он отошел ко Господу. И вот в сегодняшний день мы вспоминаем эту блаженную кончину праведника. И по слову апостола Павла прославляем того, который страдал, который показал нам пример стойкости. Может быть, он, конечно, готовил себя совершенно не к этому подвигу. Он готовился быть проповедником, он готовился быть преподавателем, хранителем традиций. Но Господь судил иначе. Он стал мучеником за имя Христово. И вот в этот день мы прославляем его и молимся, чтобы его святыми молитвами, мы, его паства, одесситы, также имели такое же дерзновение, такую же веру в Господа Христа. И не посрамили ни себя, ни его память перед престолом Господним. 25 января православный мир отмечает день святой мученицы Татьяны. Она родилась в семье римского сановника, который втайне исповедовал христианскую веру. Поэтому и свою дочь воспитал в традиции христианства. Татьяна пожелала всем своим сердцем быть со Христом. Она отказалась от земных благ и наслаждений, не покорилась воле царя, за что была мученически убита. Великомученица Татьяна вот уже 258 лет считается покровительницей студенчества. В храм Святой Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана возглавить Божественную Литургию прибыл в высокопредосвящении Шагов Ангел Митрополит Одесский и Измаильский. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Эти слова Святого Апостола Павла буквально исполнились в жизни Святой Татьяны. Ничто не смогло поколебать ее веры в Господа Иисуса Христа, которому она дала свою молодую жизнь. Родилась Святая Татьяна в Риме около 200-го года по Рождестве Христовым. Родители были богатые знатные граждане, которые в то же время были и тайные христиане. Татьяну самых ранних лет родители стали приучать к благочестию. Они брали ее с собой на тайное богослужение, совершаемое ночью катакомбах. Когда Святая Татьяна выросла, за свою благочестивую жизнь, за свою преданность Богу и постоянную готовность что-то сделать для других, она была посвящена в Диаконисы. В ее обязанности входило учить вереоглашенных женщин и девушек, заботиться о бедных, о больных и сиротах. В это время опять вспыхнуло время гонения на христиан. Велено было, чтобы все граждане принесли жертвы богам и хватали всех, кто отказывался исполнить это веление. Среди схваченных оказалась и Святая Татьяна. «Принеси жертву Аполлона», сказали ей. Вместо этого Святая Татьяна стала молиться Христу. И вдруг земля заколебалась, статуя Аполлона упала и разбилась на мелкие куски. После Святую Мученицу повергли на землю и начали жестоко бить. Из уст Святой выходили только слова молитвы, в которые она просила Господа открыть палачам душевные очи и научить истине. Молитва ее была услышана. Небесный свет озарил их, и они увидели четырех ангелов, окружавших Святую. Тогда они пали к ногам Святой Татьяны и стали просить прощения у нее. На другой день сам правитель Рима Ольпиан взялся судить Святую Татьяну. Ее начали резать острыми бритвами, но Святая принесла и это испытание. После этих козней Деву Татьяну бросили ко льву, надеясь, что он ее растерзает. Но лев начал лизать ей ноги. Не выдержав, император Ульпиан приказал отсесть Святой голову. Также в тот день пострадал за Христа и отец Святой Татьяны. Взирая на мученические страдания Святой Татьяны, мы иногда задаемся вопросом, почему она не отказалась от Христа, почему она терпела все эти пытки, ведь она могла наслаждаться жизнью, брать от нее все. Но она захотела жить со Христом и во Христе. Она подала нам истинный пример благочестия и любви. Святых мучеников рекла Богу любовь, любовь Христа, которая разбивала оковы всякого человеческого греха. Их влекла туда глубокая вера. Они верили, что живут по апостолу Павлу, если живут со Христом, если умирают, умирают со Спасителем. Также Татьяна Един считает днем студента. Возникает вопрос, почему именно эту святую избрали покровительницей студентов. Обычно на этот вопрос отвечает, что 12 января 1755 года по старому юлианскому календарю императрице Елизаветы Петровной был подписан указ об основании Московского университета. Якобы друг Ломоносова Иван Иванович Шувалов, императрица сей указ предложивший, выбрал именно этот день, потому что мать его звали Татьяной. И вот логическая цепочка. День рождения Московского университета, соответственно Татьянецкий храм, соответственно главный российский вуз. И Татьяна небесная покровительница всех российских студентов. Естественно было бы посвятить университетский храм кому-либо из святых, связанных с ученой или богословской деятельностью. Тем не менее была выбрана мученица, о котором мы знаем, что жила в Риме, была диаконисой, древний церковный чин, означавший милосердное или как бы теперь сказали социальное служение ближним. Исповедовала себя христианкой и претерпев страдания, приняла мученический венец. В нашем городе тоже есть храм в честь этой святой, в который не только студенты, но и другие люди могут приходить, чтобы помолиться, попросить помощи Божией и святых молитв мученицы Татьяны. 25 января для Одессы еще и храмовый праздник первой студенческой церкви в Украине, храма святой великомученицы Татьяны. После божественной литургии студенты угощали прихожан постным праздничным обедом, дарили подарки, символизирующие единство православных. Ежегодно в церкви святой Татьяны в этот день проводятся богослужения. Студенты юридической академии готовят обед и угощают всех верующих. Вы знаете, меня радует, что сегодня в день святой мученицы Татьяны здесь очень много людей. И люди, которые приезжают со всего города. Наверное, это хорошо, наверное, это здорово. Для меня большой праздник. Я приезжаю сюда к дочке и я попал как раз на этот праздник. А я сам из Киева. Я Кивалова там очень вижу часто. Хороший он человек. Вот с утра сегодня я помолилась очень рада. В 4 утра встала и молилась. И после всех молитв прочитала Акафис мученицы Татьяны. Ну, это прекрасный день. Прекрасный день. Идешь в храм и радуешься, потому что большой праздник. Татьяна день. И вот как-то ждешь сегодня этот Татьяна день. И не только этот день, а вообще все праздники мы ждем с радостью. Потому что праздник это настоящий праздник. Божье благословение. Я хотел бы пожелать всем Татьянам и всем, кто разделяет этот праздник здоровья, творчества, успехов. Ну и пусть нас всех хранит Бог. В этом году День Татьяны по-настоящему снежный. Это хорошо, это благодать, говорит Сергей Кивалов. Постный праздничный обед, символические подарки для прихожан, единство православных. Таким был День Святой Мученицы в этом году в храме Татьяны. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела Митрополита Одесского Измаильского отделом религиозного образования катехизации и миссионерства был проведен семинар для преподавателей воскресных школ. Обмен опытом по преподаванию Священного Писания вызвал большую заинтересованность как со стороны духовенства, так и среди родителей. Духовное воспитание детей в современном обществе задача крайне сложная, ведь весь окружающий мир, начиная от кинематографа и заканчивая простым человеческим общением, изобилует себе любием, жестокостью и цинизмом. И в этом стремительно движущемся и изменяющемся информационном хаосе так сложно сохранить в себе доброту, духовность и передать ее детям. Воскресная школа для родителей прекрасная возможность не только самостоятельно, но и с помощью духовных лиц педагогов приобщить детей к вере и заложить в них духовное и высокоморальное зерно. Как это сделать наиболее эффективно и в соответствии с верой, обсуждали на собрании семинарий воскресных школ, организованном отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства по благословению митрополита одесского и измаильского высокопреосвященнейшего Агафангела. Практически при каждом приходе, при каждом храме Одесской парки существуют воскресные школы. Эти школы существуют еще с начала 90-х годов и так как преподаватели они должны получать какие-то знания, они собираются периодически мы их собираем для того, чтобы они могли поделиться опытом, рассказать друг другу о своих каких-то наработках, о своих каких-то новациях и сегодня у нас тема будет это Священное Писание преподаватели Ветхого и Нового Завета будут рассказывать как они преподают этот предмет. Мир меняется неизменно лишь вера в Бога. Привить ребенку любовь к Святому Писанию и учению задачи не из легких. Как никто другой это знают преподаватели воскресных школ, где наряду со знанием Ветхого и Нового Заветов учат любить, верить, быть искренними и милосердными. Современный человек он другой и нельзя ограничиваться только рассказами такими без какой-то иллюстрации. Раньше мы пользовались, приносили на уроки какие-то наглядные пособия, иконы, это мы тоже используем. Но больше всего я вижу пользу и такого реакции, когда мы на уроках используем презентацию. в нашей воскресной школе есть проектор, мы подключаем к ноутбуку и некоторые уроки мы проводим с использованием изображений, когда ребенок не только слушает преподавателя, но еще и видит красивое изображение красочное, это помогает. Также на уроках мы используем музыку церковную, например, у нас есть только парамет литургика. Дети слушают, что вот есть на богослужении такой псалом 103, он поется или читается в зависимости от праздничной службы. Как он поется? Что за псалом? И на уроке читает преподаватель вслух псалом на славянском языке, потом на русском, а потом включаем на диск и прослушаем, как его хор поет. Занятия в воскресных школах, уверены педагоги, не могут и не должны быть однообразными и неинтересными. И это главное правило. Яркий иллюстративный материал, музыкальное сопровождение, тематическое это может послужить одной большой и крайне важной цели. Тут, знаете, нет никаких ограничений. Все, что может служить пользе образования ребенка, мы используем. У нас преподаватели, люди творческие, они подходят к этому с любовью, скажу, это люди настоящей веры и любви. Они отдают полностью себя Христу и их вера и подвигает их к тому, чтобы они находили новые способы. Но я думаю, что нельзя ограничиваться только, опять же, традиционными методами рассказов или книгами. Нужно использовать и современные какие-то технологии, компьютеры или проекторы, но которые служат добру, служат людям, служат Богу. На семинаре совещания воскресных школ был презентован новый интересный и красочный проект – детский православный журнал для семейного чтения. Это новый проект нашего меснинерского отдела. Этот проект осуществляется совместно с православным центром помощи детям-инвалидам и онкобольным детям, которое возглавляет пасин Кантали Ивановна. Все средства от продажи и реализации этого журнала будут переданы онкобольным детям. Также закупаются оборудования для больниц, где находятся эти дети. И мы на этом семинаре будем также приложать к сотрудничеству преподавателей и всех желающих, чтобы они также могли поучаствовать в этом благом деле, писали какие-то статьи, какие-то идеи, для того, чтобы этот журнал был еще более интересным. Журнал рассчитан на детей от маленького возраста, потому что там есть рубрики для самых маленьких, не два года, так лет 5, по крайней мере 6 лет и до 13 лет. И главная задача, конечно, этого журнала это милосердие. У нас так и есть рубрика, которая называется милосердие. В принципе, этому всему посвящен весь журнал. Там есть рубрика, им нужна помощь, это будет постоянная рубрика, где будут показываться дети, которые находятся в больницах или которые нуждаются в какой-то помощи, лечении, дорогостоящем или менее дорогостоящем, но не посильным для их родителей. Кроме того, там будет рассказываться и в интернатах, которые есть в нашем городе, и в общеобразовательных школах, и в воскресных школах. А помимо этого, там есть и рассказы, и загадки, и стихи, и сказки, и кроссворды, и головоломки. То есть, все, что надо ребенку для того, чтобы и ознакомиться с азами православия, и вместе с тем провести как бы поучительное, вместе с тем приятное и нескучное время. Именно дети, пожалуй, более всего нуждаются в Божьем заступничестве и вере, ведь именно они более всего беззащитны перед циничной машиной современного общества, где добро и простое человеческое участие становится редкостью. Вырасти верующими и отзывчивыми людьми, научиться протягивать руку помощи ближнему, жить по законам Божьим, что может быть важнее в воспитании. И именно над этим стоит задуматься каждому из родителей. Наш выпуск подошел к концу. Творческий коллектив православного проекта телевизионное и прихиальное обозрение прощается с вами. О новых событиях в жизни Одесской епархии вы сможете узнать уже через неделю в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова